Добрый день всем, я сегодня буду беседовать с Дмитрием, это представитель компании OtoTerm. Это производитель полимерных коллекторов для системы отопления. Дмитрий, презентуйте свою компанию, расскажите основной вид деятельности, чем занимается, сколько лет на рынке, такую краткую информацию. Для начала здравствуйте всем, спасибо за интервью. Что сказать о OtoTerm? OtoTerm уже почти 40 лет на рынке, который производит коллекторы из полимера. Извиняюсь, что важновато немножко. Находимся мы в Италии, в небольшом городке Вальдуджо, где производятся все сборы по коллекторам, происходит их производство и тут же, как говорится, мы их проверяем, вся проверка их не идет. Ну и это самое, как говорится, уже упаковка и... Отправка клиента. Отправка клиента, да, извини. Вот. Ну, главная наша компания находится в городе Тельгату, Вичинобергаму, где именно вот они уже, ну и говорится, вся происходит, вся штамповка коллекторов, вся проверка их на порожность, можно и так сказать, это так и есть. Все производится и от нас, у нас там около 18 машин, которые их штампуют и... Ну и потом уже все сюда привозится для сбора. Ну, тогда следующий вопрос у меня. Вот, если посмотреть рынок коллекторов, в частности, там для систем отопления, то можно выделить основные, да, там, типы коллекторов в зависимости от материала. Это там, в основном производят из латуни, из нержавеющей стали, а вы производите из полимеров. То есть, я так понимаю, это был осознанный выбор именно этого материала, почему вы производите из этого. Вот какие преимущества полимерных коллекторов и почему вы выбрали именно этот материал для производства? Ну, мы выбрали полимерный полимерный коллектор, ну, потерял, потому что, ну, как говорится, он более устойчивый на на агрессивные среда и к разным там электрохимической коррозии. Я говорила, это нержавеет он, во-первых. Ну, а во-вторых, низкие перепады, перепады давления. Ну, что хотел сказать еще. Они идеальны для, уникальны для комбинирования системы отопления, охлаждения. Ну, вот я насколько там видел ваш каталог, там основной ассортимент ваших коллекторов составляет такие блочные, да, то есть они, коллекторы, собираются. В этом есть тоже какой-то плюс, какая-то особенность, почему это сборочная? Ну, плюсы есть. Плюсы имеются, как говорится, ну, в хранении неудобные, честно говоря. Ну, в хранении можно и за разборные. Вот эти разборные клиенты часто, ну, заказывают, наверное, там, я не знаю, как это сказать, шаг между ними. Ну, я вот покажу. Вот между ними есть, там, я сейчас, наверное, не помню, честно говоря, расстояние. Ну, клиенты иногда заказывают, чтобы расстояние между трубами было побольше. Можно вставить, есть там вставки специальные, которых можно вставить, ну, и, говорится, можно с ними работать больше, чем с коллектором, ну, полным коллектором, ну, здесь штампованным куском там на 12 выходов, я думаю, примерно там на 5. Можно там что-то добавить, что-то убрать, честно говоря. Вот. Ну, и разный размер, разные длины его можно сделать. Мне так, честно, приходилось даже делать где-то до 20 труб, честно говоря. Может, наверное, и больше. Я сейчас не помню, но вот и больше можно сделать. Ну, на самом деле, это удобно, потому что, получается, как бы, на складе нужно хранить меньше моделей, то есть, я так понимаю, просто там артикул сборочного блока, и вы тогда собираете нужное вам количество. Да, ну, на складе, да, меньше, конечно, меньше, нет такого, как говорится, ну, там где-то подписали, что там на 2 выхода, там где-то на 10 выходов, тут все в одном месте лежит, все подписано, что, ну, к чему и куда, как говорится, и, ну, взял и собрал. Ага. Ну, вы поставляете клиентам как отдельными блоками, так и полностью собранные коллекторы, или как? Нет, ну, нет, мы поставляем как отдельно, как и собранные. Ну, это уж как по заказу клиента, ну, да, ну, всякие там аксессуары, можно так сказать, если клиент закажет. Вот еще у вас есть в каталоге, я видел разные типы коллекторов, например, для, ну, для систем отопления, то есть стандартно, там, для теплого пола, а еще есть для геотермальной системы, вот, чем они отличаются конструктивно, или, может быть, материалом? Ну, геотермальные мы делаем из материала XF, я не знаю, если знаете, такой материал. Не совсем, это, ну, полимер какой-то? Ну, это полимер, он немного более устойчивый, более крепкий, чем РА-66 вроде бы называется. Да, РА-66. Ну, получается, 1,4 дюйма, это 2 дюймов они, у них не получается уход. Вот, и, ну, что сказать, они более устойчивые, как говорится, к холоду, теплу, потому что, как они часто, часто и всегда, их ставят, ну, где-то на улице, в каких-то там колодцах, вот, можно также к ним, по заказу у нас имеются, там, изолировать их, как бы утеплить их, вот именно, что не, там никак, кстати, было дело, наблюдал, что какие-то тряпками замерзнут, ну, это самое, это, там, боятся, что замерзнут, но они не замерзают, пока не замерзнут, надо уже там. При какой минимальной температуре их можно использовать, там, минус 10, минус 20 или еще меньше? Даже меньше, мне говорят, да, меньше 20 можно использовать. Ага, понятно, у меня такой следующий вопрос, насчет материала, вот, вы сказали, что для геотермальных используется материал XF, а для стандартных, получается, как я видел в каталоге, это PAS777, вот, я видел, другие производители, там, Kalefi, еще другие, там, RBM, используют PA66, вот, какая разница между этими материалами, или это близко похоже? Ну, PA66 и PAS777, ну, они, как говорится, материалы похожи, как устойчивость, но они похожи очень, там, разница у них совсем маленькая, ну, практически их так, ну, назвали и... Ну, этот, получается, материал, вы еще туда добавляете какой-то усилитель или нет, там, например, там, для армировки пластика или нет, или это просто полимер? Нет, есть, да, мы добавляем для армировки вот это вот стекловолокно, вроде бы, называется, вот, извини, тогда забывали, что это по-русски, вот, вроде бы, это стекловолокно называется, ну, да, для армирования добавляем стекловолокно. Я понял, а вот, что касается коллекторов для теплого пола, ну, они комплектуются расходомерами, вы тоже их сами производите или как-то отдельно закупаете? Ну, расходомеры, некоторые расходомеры мы закупаем на, у нас, надежный поставщик, ну, и некоторые расходомеры мы сами их делаем. Вот у нас имеются расходомеры от двух литров до сорока двух, вот так. Вот мы используем в этих термальных коллекторах. Смотрел, нет, нет, правда, показали. Вот вопрос я часто где-то на форумах инсталляторов монтажников встречаю, что бывает проблема, когда коллекторы размещают вверх ногами, и расходомер получается вверх ногами. Играет роль на саму работу самого расходомера? Как-то негативно, позитивно или вообще не играет роль? Играет. Ну, как говорится, расходомер, он сделан для того, чтобы он, как говорится, стоял, как говорится, вверх смотрел, а не вниз на границе. Ну, да. Ну, потому что, во-первых, если его перемешиваем, ну, не будет он правильно работать. Ну, поэтому у нас есть, как говорится, мы придумали, там, начинает, ну, делаем расходомер, который, возможно, вниз головой, можно так сказать. Ну, на данный момент еще, это, говорится, нет продукции, но скоро будет, надеюсь, весне, по идее. Вот. Ну, а насчет перевернуть данные, вот это вот, у нас имеется, часто, 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 было, было мне такое, я встречал, что, как говорится, для отопления потолочного часто, как говорится, в потолке оставляют небольшое там, ну, помещение, где поставить этот самый коллектор. Ну, и коллектор, обычно, он там, ну, лежит, это самое, говорится, горизонтально. Ну, и что делать с расходомером? Что их сделать? Обычно их открывают полностью, ну, и оставляют их так. Ну, и я сказал, кто их, кто их, уже никто их не контролирует, они там лежат или лежат себе. Тепло и тепло, это же не, говорится, не батарея где-то под окном, или теплый пол, ты слышишь, что там где-то прохладнее, там где-то... А вот уже по-другому как-то так чувствуется. Вот. Ну, ну, для этого, чтобы уже подрегулировать, имеются такие, как, без расходомеров, как это называется, я не помню. А, форматик челлинг, извини, забыл назвать. Форматик челлинг, ну, а тут типа такого вот, без расходомера ты регулируешь, как, ну, получается, сверху есть плюс-минус, а вот сбоку получается и единички, ну, и для регулировки. Пошти как работает, почти как расходомер, ну, он не показывает, но нет у него такой шкалы, говорит. Ну, понятно. Я понял. Ну, настройка производится похоже, просто не показывает, ну, результат, бы мы говорим. Ну, настройка похожа, но не показывает результат на данный момент. Ну, там уже, как говорится, надо так регулировать. У меня такой вопрос, вот, если вы поставляете клиенту, например, ну, в разобранном виде коллектор, и он сам его собирает, есть ли какая-то вероятность, что он соберет его неправильно, и он там потечет, и даете ли вы гарантии на сборку, которую производит там монтажник или сам клиент? Насчет сборки мы в таком случае не даем гарантии. Даем гарантии только на наш продукт, что, ну, как говорится, тестировать. Ну, а насчет гарантии что? Он не будет течь, но может, клиент может быть, как говорится, и какую-то там подкладочку не положить, он потечет. Это уже не наша вина, как говорится, вот. Но насчет этого гарантии нельзя много давать. Ну, а так, да, если мы продаем, как говорится, даем клиенту наш собранный коллектор, то, конечно, гарантия не есть. Потому что все протестированы на устойчивость, и все, потому что у нас просто именно есть, кто занимается именно вот этим, тестирует все коллекторы, которые выходят из нашей компании. А большую часть, ну, вы продаете клиента в уже собранном виде или разобранном все-таки? Большую часть мы продаем в собранном. Продаем в собранном виде, вот как по, вот, типа в таком виде, либо в другом виде, ну, в этих самых, ну, в блоках. Либо клиент часто просит уже им продать, именно чтобы они были, как говорится, на их крепежах, стояли на крепежах, и часто тоже просят, чтобы уже поставили в шкафчик, ну, шкафчики, вот эти, их не шкафчики, вот эти, так называются они, но чтобы уже были коллекторы, поставили насос, и, ну, и все, чтобы уже только пришли, просто прикрутили шкафчики, трубки поставили. И такое часто просят. Ну, вот, ну, обычно, да, большая часть продукта, которые, продукция, которая выходит, они выходят из нашей компании, они выходят, ну, как бы отдельно, вот, коллекторы обычно, ну, собраны, но без, конечно, в коробке найдется все крепежи, все, что надо, все аксессуары, которые идут в коллектор, но обычно они, так вот. Вот это отдельно. Да. У меня такой еще вопрос, вот, ну, много лет назад, когда только там полимерные коллекторы появились, некоторые производители пробовали делать, ну, полностью полимерные коллекторы, даже с пластиковой резьбой, но на пластиковую резьбу необходимо, там, делать определенные, там, пределы, есть усилия, да, закручивания, чтобы, там, пластиковая резьба не треснула. Ну, и потому именно там в Украине особо у монтажника и инсталляторов нет особого доверия к пластиковым коллекторам, потому что там была раньше пластиковая резьба, они там много наматывали льна, там, пакли и шли там трещины. У вас, я так понимаю, резьба везде, там, металлическая на коллекторах, правильно? Ну, да, резьба у нас везде, и из латуни, вот я сейчас тебе еще раз покажу, вот как ты здесь тут наблюдаешь, из латуни, наверное. Ну, было дело, первые коллекторы попробовали их сделать, как говорится, ну, с пластиковой, мы их сразу убрали, потому как, ну, нашли вот эту вот, эту проблему с резьбой, пластиковой, что она, говорит, не держала в конечном итоге, потому как, надо было кто-то там специальным ключом закручивать, чтобы не, не та самая, не затянуть сильно, потому что, или лопались, или прокручивались, ну, кто-то там уже рассказывали, старые сантехники, где-то там клеем где-то клеили, что-то там, ну, уже придумали, что могли, тут тоже было, такое, ну, горе было, вот. Ну, и, ну, и, ну, и, в конечном итоге, сразу убрали с рынка, и отсюда их очень-очень мало вышло, это самое первое, когда делали, ну, и сразу начали сделать из латуниевых. У нас, конечно, имеется там несколько образцов из, именно коллектор из, как говорится, из нержавеющей стали, тоже есть, имеется пара, ну, так, по заказу их даю, ну, а так, что из нас из, пластмассы, как говорили, грубо говоря. Ну, на самом деле... Полимера. На самом деле, пластмасс это такое более, не сильно профессиональное слово, потому что... Ну, не сильно, да, даже говорится, полимер полимера, ну, а люди привыкли все обзывать пластмассой. Ну, да, привыкли, но, как бы, полимер от полимера, они все разные, имеются разные характеристики, поэтому, как бы, и есть вот смысл информировать людей, потому что, там, пластик это, таком, полиамиды это одно, полипропилен это другое, и у всех разные характеристики, и там, и области применения, даже, там, и использования другие. Ну, да. Да. У меня вот вопрос, насколько я понимаю, что вы больше работаете, как производитель для других клиентов, то есть, как бы, вы свои бренды, ну, вы больше продаете, там, для других компаний, под их брендами, правильно я понимаю? Да, да, это верно, мы продаем для других компаний, под их брендами, ну, и наше что-то выходит, ну, обычно мы не ставим наше, наше имя. Ну, обычно, да, мы продаем на большие европейские, на наши клиенты, которые мы имеем, не, это большой европейский рынок, продают, обожженную на всем европейском рынке, ну, и, я думаю, в России тоже есть. Поставки были. Если не секрет, какие можете назвать там несколько компаний? Ну, честно говоря, не могу я назвать вам компанию, потому как, ну, ну, я понимаю, честно говоря, компания у нас есть, какие маленькие, какие большие, какие очень известные, какие малоизвестные, ну, и надеемся, что малоизвестные станут больше, более известные, что я хотел, извини, у меня вот прошло в голову, я хотел сказать насчет, когда поразговаривали, насчет потолочного, насчет коллектора, вот этой, вот этой модели, в этой модели, когда их обычно, ну, ты говорил, верх ногами поставить, верх ногами поставить, это удобно, потому как, наверное, я его не сниму от ткани, не сниму, вот эту часть, сейчас на русском, честно говоря, не знаю, как называется, вот эта часть коллектора, ее можно снять, и повернуть, как хочешь, в смысле, если он будет так стоять, и тебе, градус тогда сюда, можно их снимать и переставлять, в этом, в этом смысле, неудобно, насчет краник, краник часто, когда их ставят, я тоже видел, они снимают краник и ставят на низ, для удобства, ну, и там, где уже остается лишнее место, есть заглушечка, своя, вот, вот это вот очень удобно, и техники тоже, говорится, очень хорошо, мне мы разговаривали, ну, да, получается, это удобно, если вам необходимо перевернуть, и там, или переставить, где-то там можно, ну, да, конечно, нашим коллекторам, потом, может, там, ну, всякие аксессуары, идут, всякие там, как говорится, можно, ну, по заказу, можно, много чего поставить, что надо, что, выбрать, что, закрыть, прибавить, вот так, в принципе, еще такой вопрос, может, какие там новинки планируете в ближайшее время, что-то, расширение ассортимента? Новинки, будут новинки, будет расширение ассортимента, я думаю, по осени у нас будет новый коллектор, новые будут расходомеры, которые, я говорил, уже будут, наверное, поставлен вверх ногами, для радости всех, вот, и, ну, я думаю, если все будет нормально, может, в сентябре, в Милане, может, мы его и представим на, как называется, на МСЕ, на выставке, да, на выставке, вот, на выставке, сейчас в Милане, вроде бы, на выставке, хотя, в сентябре, одно увидим, если будет, вот, ну, посмотрим, что-нибудь, должно быть, в сентябре, если не в сентябре, но уже там по осени, ближе к зиме, посмотрим, как получится, надо, что проверили, чтобы все работало, все, все было аккуратно. Насколько быстро, ну, вот, если брать разработку новых продуктов, сколько занимает времени, вот разработка, от самой идеи, до выхода уже там, с производственной линии? Ну, это зависит, как говорится, зависит, конечно, сразу же все идет с идеи, потом уже идея, надо все, говорится, обдумать, надо все проверить, ну, может, может, даже быть и год, как говорится, может, может, меньше, но это зависит от того, что надо, что делать в момент, я не знаю, и говорится, как говорится, в нашем, мы разговаривали за днях, там, клиент попросил сделать коллектору, поставить, как бы, чтобы вот эта вот первая часть, она получается, вот не на этот коллектор, а на другой, другие коллекторы у нас есть, нет у меня, ну, вам что бы. Чтобы вот эта вот часть была, все вместе, получается, вот это и вот это было все вместе, И потом уже начинался коллекторный блок из полимера. Вот это вот из латуни получается. И он должен был быть немножко, вот эта секция должна быть, которая на данный момент, где одна из латуни, одна из полимера, они должны стать почти половину этого. Ну, мы так посмотрели, можно сделать в принципе. Надо проверить, можно сделать. Ну, там же, кажется, ну и уже расход другой, в смысле, и денежный. Надо посмотреть, сделать можно. Ну, надо уже проверить, надо все посмотреть. Клиент, если понравится, то обычно, знаешь, сделали, там, может, клиенту всегда не нравится. Ну, понятно. Здесь, как бы, финансовая сторона всегда очень важна. Да, финансовая очень важна, да. Да, он тоже там просил, ну, и это сам экраник уже встроенный, не пластмассовый, а из латуни, который у нас имеется, ну, чтобы поворачиваться. Ну, там надо смотреть, надо попробовать, надо сделать, смотреть, чтобы это заманил. Ну, правильно. Не стоило это потом больше, чем стандартный наш, можно так сказать, коллектор. Ну, так, да, запросов бывает много, там, у кого-то один запрос, у кого-то другой запрос. Ну, бывает. Ну, некоторые запросы, честно говоря, просто нет, потому что это нереально, можно так сказать, сделать. Ну, некоторые интересные, которые, говорится, клиенты часто помогают в этом плане для новых опросов коллекторов. Ну, говорится, клиент запрос делает, мы смотрим, если получается, мы, говорится, ему продадим, ну, и, говорится, и другим представим, что имеется новый образец. Я понял. Ну, вот, ваше основное производство, это, получается, литье пластика, то есть вы льете там корпуса полимерных электров. Да. Планируете вообще в будущем производить другие какие-то элементы для системы отопления, там, может, воздухоотводчики, там, подрывные клапаны тоже с пластика? Потому что я знаю, что некоторые производители это делают, или там корпуса, там, термоголовок, не знаю, что-то еще такого, то есть расширять вообще в другом направлении. Ну, пока так сильно разговор не шел об этом. Ну, что-то было, разговаривали, ну, будет видно. Не знаю, на данный момент мы пока будем, ну, стоять на коллекторах, как говорится, ну, и, потому что, говорится, идеи есть и новые, как и наши, как я уже говорил, клиенты надо запрос сделать, тоже идею подхватываешь, ну, и стараешься что-то сделать новенькое, для рынка, потому что рынок на месте не стоит, ну, и нам тоже с рынком надо вперед двигаться. Вот. Ну, насчет, да, насчет наших коллекторов, да, мы их, там, говорится, в нашем городе Трегаты, где находится наше производство по этим коллекторам, они там, получается, штампуют у них там, они все, это, говорится, материал у нас заходит из одного из проверенных клиентов, они проходят все анализы в лаборатории, уже другой лаборатории, которые мы тоже, много лет работаем, и, говорится, на данный момент и очень-очень довольны поставщиками, на счету этого сырья, вот, ну, полимерного. У меня еще такой вопрос, вот, есть, ну, не проблема, а такой недостаток всех полимеров, да, может, большинство полимеров, так, кислородная диффузия, то есть, когда воздух через толщину стенки проходит в средину, там, системы, есть ли защита ваших коллекторов от данного момента, то есть, может, это стекловолокно спасает или что-то, другой момент, или все-таки... Нет, стекловолокно спасает очень, стекловолокно, как добавляется стекловолокно, оно очень помогает, конечно, есть немножко утечка вот этого вот кислорода, она очень маленькая, но она присутствует, грустно об этом говорить, но она присутствует. Я понял. Ну, это в рамках каких-то стандартов, или, ну, вы проводите тесты именно по кислородной диффузии или нет? Проводим мы тесты по диффузии кислорода, и, как говорится, есть, есть, небольшая, очень маленькая, но она имеется. Ну, говорится, ну, что же делать? Ну, я понимаю. Есть. Пока мы еще не дошли до такого пика, чтобы вот доля, если доль, ну, нет, это было пока. Надеюсь, что будет в будущем. А может быть, это больше добавить стекловолокно или другой пластик? То есть, не проводили какие-то опыты в этом плане, чтобы минимизировать кислородную диффузию? Нет, ну, были, мы уже там, наверное, были анализы, но мы пробовали делать, пробовали, как говорится, добавлять больше стекловолокно. Да, ну, ну, как-то так, я сейчас на данный момент не могу четко, почему нельзя добавлять больше или меньше, ну, если везде свой предел, можно так сказать. Ну, и пока на данный момент, ну, конечно, есть материал, который мы используем очень, который более устойчивый, более устойчивый на кислород и на окружающую среду. Замерзает не так, как старые наши коллектора, которые сделали один раз. Ну, говорится, пытаемся, пытаемся сделать, чем лучше, чем... Но этот материал, получается, дороже немного, да? Ну, да, он там немножко дороже, но что-то поделаешь. Ну, если я к тому, что, ну, есть свои плюсы, там, ну, пусть он дороже, но есть за что переплачивать, потому что есть свои плюсы. Ну, конечно, ну, конечно, ну, конечно, кто-то мне говорил, я сейчас на данный момент, честно говоря, сам их не устанавливал, коллектор, часто техника, я так не занимался, сам их не устанавливал. Ну, честно говоря, когда занимался строительством, ребята говорили, что, говорится, ну, из полимера, коллектор, полегче как-то так, ну, некоторые вот эти вот, которые у нас имеют. По поводу, который называется, извини, сейчас посмотрю. Ну, вот, типа, коллектор Multical. Вот мы разговаривали насчет этого коллектора, я говорила, ну, они как-то так, ну, их в руку возьмешь, повернешь и так, он, говорится, если шкафчик даже маленький, пространства мало, ну, в стене получается, поставишь он в пунктунике, туда поставишь, он удобный, легкий. Говорится, даже если часто бывало, как говорится, на объектах бываешь, ну, падают вещи с рук. Везде они не крепкие, они сами по себе, потому что не разбиваются. Конечно, может там как-то упасть, я не знаю, там, именно головка этого самого расходомера может там ударить, ну, может, и лопнуться. Ну, замена небольшая, небольшая цена его заметили на расходомер, где он достойный. Надеюсь, в России. Ну, в любом случае дешевле, чем полостью коллектора менять. В любом случае дешевле. Да и вот так у нас тоже на сборке бывало, там, наверное, знаешь, в руки возьмешь и, говорится, бывает, уже скользнет, упадет, бывает лопается. Сам коллектор никогда не ломается. Ну, бывает расходомера, либо там какое-то крепление, когда обычно их, ну, на креплении два уца стоит, бывает падает, бывает крепление, он поломается. Ну, потому что, наверное, на землю падает, на полупадет, твердый, не трава, как-то гамешка, конечно же. Ломается. Ну, сломаются, но они все равно крепкие крепления сами по себе. Не про что играется в пластмассе. Я понял. Ну, я думаю, на этом все. Спасибо за ответ, за информацию, за то, что уделили время мне. Спасибо вам, Евгений. Да, что хотелось бы пожелать, чтобы ваш бизнес рос, да, популярность полимерных коллекторов была больше, потому что есть свои определенные плюсы этих продуктов. Я думаю, что чем дальше, тем больше люди будут узнавать, пробовать, да, и применять их там свои. Ну, да, скажем так, что полимерные коллекторы, они стоят немножко больше, чем эти латунные или зержавеющие стали. Ну, и другой принцип работы, чем другой. Немножко они, как-то, как говорится, по характеристикам, они, можно сказать, такие лучше.